Ретранслятор чудо века, сказок праведные сны. Все для блага человека, из-за них хоть до луны. Этот необычный фестиваль проводится в городе уже девятый год. Почему нужно беречь животных и растения, что такое канцерогенные вещества и чем опасны сотовые телефоны? Ответы на все эти вопросы дают детские театральные постановки. В этом году в фестивале участвуют воспитанники пяти детских домов и 23 коллектива, школ и учреждений дополнительного образования. В первую очередь оценивается отражение экологического содержания в представленных постановках театральных. Оценивается актуальность рассматриваемых вопросов, исходя из позывов, наверное, нынешнего времени. Кроме того, конечно же, режиссура спектакля, музыкальное сопровождение сценарий. Все юные актеры занимаются в театральных кружках своих школ. В прошлом году фестиваль объединил около 500 участников. У нас темы самые разные. У нас есть темы охраны воды, воздуха, о продуктах питания, о том, что надо заниматься спортом, о том, что надо, чтобы жилище было красивое и экологически чистое. Самые разные экологические темы. Поэтому мы можем выступить с нашими коллективами перед горожанами на любой площадке. Одна из главных площадок фестиваля – 29-я школа. Сегодня здесь представили 12 спектаклей на экологические темы. На протяжении уже шести лет школа является центром экологического образования Северного микроюля. На протяжении трех лет наша школа стала базовой площадкой для проведения фестивалей детских экологических театров «Зеленая волна». И вот сегодня в третий раз, мы рады приветствовать, именно в апреле месяц она у нас всегда проходит. На базе нашей школы выступают городские коллективы детских садов, школ средних учебных заведений и в этом году присоединились в доп. образование. Ученица 4-го класса 19-й школы Полина Гончарова в театральных постановках участвует уже не первый год. Я играю роль жениха дерева, вяза. Называется «Лесная сказка». Мне нравится, потому что я могу выразить все свои эмоции, когда играю на сцене. Завтра фестиваль «Зеленая волна» продолжится уже в 43-й школе, а самых талантливых актеров и лучшие постановки назовут в детско-юношеской библиотеке 14 апреля. Алексей Богомов, Сергей Мишаков, Игорь Лапшов, информагентский поэц.